В этом выпуске налегке. Вы побываете в студии звукозаписи, приготовите традиционное израильское блюдо шакшука и примерите одежду будущего Тесла-сьют. Не переключайтесь! Всем привет! Сегодня в налегке мы проводим необычный эксперимент, в ходе которого мы определим, может ли совершенно кулинарно необычаемая телеведущая быть полезной на кухне настоящего повара. Сегодня у нас в гостях Артем, который последние 10 лет прожил в Израиле, заведовал несколькими ресторанами и даже участвовал в известном телевизионном израильском шоу «Кухня шефа». Артем, привет! Доброе утро! Что мы сегодня будем готовить? Мы будем сегодня готовить шакшуку. Это, собственно, является израильским завтраком, так сказать. Она пришла в израильскую кухню из места рождения этого блюда, по сути, является Тунис. Она в Израиль приехала вместе с эмигрантами из Туниса, Алжира. Как и сам израильной молодой, кухня молодая, амбициозная и не имеет абсолютно никаких границ. Окей, готовлю я плохо, но в магазин хожу хорошо, особенно со списком. Но Артем сейчас подскажет, что нам для этого понадобится. Для шакшуки нам понадобится, для базы шакшуки нам понадобятся помидоры, болгарские перцы, лук и чеснок. В эту базу мы будем в итоге добавлять всевозможные специи, как зира, перец чили и два вида паприки, яйца, зелень, как кинза и петрушка. И добавим в итоге, для остроты мы добавим перчик чили, так сказать, будет настоящая восточная кухня. И сверху мы опрыскиваем это соком лимона. Мы начали с... того, что запекли немножко перца в духовке. Я их запекал при температуре 210 градусов. После того, как они запеклись, и я дал им немножко отдохнуть в кастрюле под крышкой, это улучшает процесс очистки. Ну что, Артем, приступим? Да, начнем с очистки перцев, так как пока что они не очень горячие, их можно же трогать руками, но они не очень холодные, и от них еще можно приятно и просто снять кожицу. Окей, план, куда мы чистим? Сюда, отправляем сюда? Да, чистые сюда, а кожицу мы будем скидывать сюда. Как ты относишься к работе в перчатках? Лично я не очень люблю это. Работа в перчатках – это... ты теряешь контакт с едой, ты не чувствуешь еду. Когда ты вообще работаешь на кухне, у тебя должны работать все факторы, такие как глаза, слух, нос, осязание. А ты веришь, да, что человек, который готовит пищу, дает свою энергетику? Абсолютно, абсолютно. То есть без перчаток это можно сделать гораздо проще, правда? И сто процентов. И я на своем опыте было не раз, когда просто надо было что-то делать, потому что надо. Да. И эффект был небо и земля с тем, когда делаешь, что просто по кайфу и передаешь именно свои эмоции. Слушай, ну ты рассказывал о том, что ты руководил несколькими ресторанами, да, говорил о том, что ты не любишь, когда тебя называют шеф-повар. Абсолютно нет. Расскажи, почему. Ну, это, так скажем, это часть моей философии. Начиная работать на кухнях, бывало, что я попадал в кухню шефов-тиранов, которые... Любой заказ, который заходил на кухню, тебе надо было кричать, да, шеф, ты не мог обратиться к нему по имени. И появлялась какая-то дистанция между тобой и шефом. И в один момент ты просто понимаешь, что по факту просто появлялась дистанция между тобой и шефом. И ты понимал, что зачем ты проводишь на кухне, именно работая над едой, с утра до ночи, потому что смены могли быть и по 16 часов, и по 18 часов. То есть ты приходишь в 7 утра, ходишь в 3 часа ночи. А шеф просто руководит и, грубо говоря, снимает сливки. Конечно, это не так. Я на то время не совсем понимал, у него было очень много своей работы. Но так как ты маленькая пешка на шахматной доске, ты не видишь этого, и появляется эта дистанция, и в один момент тебе просто не хочется уже что-то делать для него. И поэтому я своих поваров наказывал и ругал, если они говорили, начинали меня называть не по имени, а говорили шеф, шеф. Это уже просто в один момент перешло даже в шутку, если они хотели меня... Разозлить. Разозлить. Они специально называли меня шефом, потому что так рушится эта дистанция. Они понимают, что они рядом с тобой, они с тобой на одном уровне. Ты смотришь им прямо в глаза. То есть для тебя кухня – это семья? Да, кухня – это семья. Теперь мы отбланшировали помидоры. Прежде чем мы закинули их в воду, мы сделали на них неглубокий надрез в виде икса. Это нам помогает также очищать их от кожицы. Воду я немножко подсолил. Это ускоряет процесс закипания воды, а также открывает пигмент в овощах. и зелени, и добавляет им больше цвета. После того, как мы их отбланшировали, мы закинули их в холодную воду, чтобы остановить процесс готовки, и помидоры не превратились в смесь. Так, ну что, следующий этап – это очистка помидоров, томатов. Томаты или помидоры, как правильно? По нашим помидорам. Правильно. Меня просто всегда исправляют шеф и повара, говорят, томаты, правильно говорить. Я поэтому теперь уточняю. Я же простой человек, я же не шеф повара. Субтитры создавал DimaTorzok также мы нашинковали петрушку и кинзу шифонадом. Когда мы нарезаем зелень, не стоит очень сильно нажимать на нее рукой и также ножом. Нож нужно вводить вперед-назад, и если вы правильно нарезали зелень, ваша доска должна оставаться без зеленых отметин. Также мы нашинковали очень мелко лук. Мы его нашинковали кубиками. Это называется барнуаз. Этот лук у нас пойдет в базу для шакшуки. Артем, ты когда делал, я обратила внимание на то, что я вообще не понимаю, как отличить петрушку от кинзы. Я понимаю, что это такой дилетантский вопрос, но тем не менее, все-таки, как ее отличить, если не нюхать, например? Ну, смотри, у большинства людей вот они либо нюхают ее, либо различают ее по виду лепестков. У меня есть 100% способ, который лично я с ними работаю. Я не нюхаю и не смотрю, потому что бывает и нос может быть у тебя заложен, и тебе нет просто времени смотреть, когда ты работаешь на кухне или с каким-то продуктом, ты просто на ощупь трогаешь. Когда ты трогаешь петрушку, она сухая, а когда трогаешь кинзу, она мягкая. И еще есть такой маленький нюанс, который меня научили в Израиле на кухне. Когда я пробую еду, я стараюсь закрывать глаза и делать это в тишине, потому что остальные рецепторы твои перестают работать, и ты все, мозг, всю свою силу вкладывает именно в... переходит все в язык. Во-первых, шаршука не должна быть сухой, она должна быть сочной, в ней должно быть, так сказать, очень много жидкости, потому что ее принято есть с хлебом, с питой, и именно макать в это, и чтобы хлеб пропитывался этим. И это и само собой является бульоном, то есть, грубо говоря, овощным бульоном свежим, который мы добавляем, и в этом все варится и тушится все наши ингредиенты. Супер. Ну что, мы будем пробовать, а вы не переключайтесь, потому что после поедания этого прекрасного блюда нас ждет десерт. Скажи честно, я не безнадежна? Абсолютно нет. Нет, даже можно обезьяну научить летать. Главное, что с душой. Это точно. Ну что, открываем? Можно я вот сама этот волнительный процесс? Потому что у меня еще накопилось парочка вопросов. Субтитры сделал DimaTorzok А вот и обещанный десерт. Он здесь не просто так. Надо сказать, что Артем готовит не только шоку, но и со своей прекрасной женой организовал шоколадный бизнес. Расскажите, что здесь, потому что они очень красивые, мне даже страшно есть такие конфеты. Абсолютно страшно, ничего нет. Даже поправиться не будет тяжело, надо съесть больше очень много. Это конфеты личной работы, которые мы делаем сами из французского шоколада какао-берри. Наполнители меняются. Мы работаем с стопроцентными пюре фруктов. Тут у нас есть внутри в коробочке черный шоколад с бехеровкой, малина, маракуйя и есть соленая карамель с бальзамическим уксусом и с фундуком для людей, которые не любят очень... любят не очень притерное. Я предлагаю сразу продегустировать, а зрители просто поверят мне на слово. Я видела у вас в Инстаграме яйца. Да, это мы готовимся к Пасхе. Хорошо, а если люди хотят заказать, они могут прийти к вам в профиль, в Инстаграм и заказать какие-то наборы. Пообщаться с нами, и мы им все доступно объясним, пойдем на уступки. Все, что хотите. Кушайте вкусно, с удовольствием и налегке. Я хочу поприветствовать вас всех. Мы находимся в студии звукозаписи в Сея Святых в Айп Мьюзик Спейс. Здесь пишутся очень многие известные люди. Мы раскроем вам позже, кто. Здесь совсем скоро появится финалистка национального отбора на Еврайон-Дену. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также, как любители, мы попробуем что-то спеть и посмотрим, как работают профессионалы над голосом. Всем здравствуй! С чего началась твоя карьера? Та самая первая песня, которая разогрела твою кровь, ты поняла, что ты хочешь стать певицей. Слушай, ну очень трудный вопрос на самом деле. Потому что, ну, где-то с трех лет я уже села за пианино, фортепиано. Дома у меня было. И я уже что-то наигрывала. То есть вопрос о том, что я буду музыкантом, видимо, уже был решен сразу. Ну и так и начала петь. В школе пела во всех конкурсах, всевозможных мероприятиях в университете. Это мне и позволило его закончить. Твои планы на будущее в карьере? Хочется петь. Хочется достичь чего-то большего. Потому что, несмотря на то, что я очень долго иду к тому, к этой мечте своей, но такими мелкими шажочками. Я надеюсь, что это приведет меня все-таки к желаемому результату. Я сейчас работаю активно над сольным материалом. Надеюсь, что в скором времени мир услышит, увидит. Планы есть, и потихоньку они реализовываются. Расскажи, пожалуйста, нам о рамках национального отбора Евровидения. Какие у тебя впечатления? Готова ли ты двигаться дальше в этом направлении, бороться за первые места? И когда мы тебя увидим на сия большой сцене Евровидения? Ну смотри, тут главный плюс в том, что возрастных рамок в этом конкурсе нет. Можно пробовать и пробовать. Если в следующем году у меня появится хорошая песня, то, возможно, я схожу. Это не цель моей творческой карьеры. Но мне бы, конечно, хотелось поучаствовать, попробовать себя на более больших площадках. Хотя я на этой большой площадке уже стояла на Евровидении. В качестве бэк-вокалистки. Ощущения грандиозные, конечно, очень здорово, мне понравилось. Впечатлений масса. Вот, поэтому, в принципе, я представляю, что это такое. Мне бы хотелось попробовать себя вот в качестве вокалистки. Работать над образом? Ну, я скорее больше к чему-то классическому. Я могу пробовать себя в различной музыке, я пробую. Но я даже не определила для себя еще конкретный стиль, в котором я хочу двигаться дальше. Я пробую и джаз, и поп, и поп-рок. И где-то сейчас вот с Сергеем Соболем мы начинаем, не начинаем, у нас уже есть два трека. Мы записываем что-то больше в стиле такой хип-хоп, да? РМБ. РМБ, да. То есть мне это интересно, мне интересно все пробовать. Друзья, со мной рядом сидит сооснователь студии Vibe Music Space. Игорь, хотелось бы у него спросить несколько вопросов про студию. Игорь, привет. Привет. Нужно ли всегда уметь петь и хорошо это делать, быть профессионалом своего дела, чтобы записывать композиции у вас на студии? Будет не совсем правильно, если я не внесу вот эту легкую ремарочку. Давай. Я не звукорежиссер. Вот. Я занимаюсь только управлением, каким-то менеджментом. Но так как я этим занимаюсь уже давно, я могу высказать свою точку зрения. Она будет непрофессиональной, но все же. Не обязательно. Есть куча примеров. Кстати, твои же любимые исполнители. Это вот отличный пример, когда вроде бы нет таланта, но слушают же, да? Да. Да. Поэтому это не обязательно. Это все дело техники, дело рук звукорежиссера. Ну и дело направления. Сейчас сам знаешь, вся музыка популярная, это не всегда вокал, не всегда никакие-то там данные природные. Мы работаем абсолютно со всеми. Неважно, это у нас была совсем недавно женщина, она практикующая стоматолог в частной клинике. И ей на рубеже 50 лет захотелось записать рэп. Отлично. Просто. Она так решила. Мы с удовольствием ее приняли и сделали максимум, чтобы помочь ей добиться каких-то успехов в этом деле. В то же время есть артисты, которые, ну можно сказать, уже известны не только в СНГ, а на весь мир. Так как я уже говорил, тот же Корж, Олег ЛСП. Вот это большие артисты. То есть от малого до великого. То есть я сейчас могу попробовать пойти в комнату звукозаписи, спеть какую-нибудь песню. Там вы меня... Конечно. Скажете там, что-то сделаете, я буду звучать лучше, красивее и все. Да. Ты как раз-таки везде ровненько попадал. Там, где, ну, скажем так, не получалось за счет волнения в первую очередь. Я понимаю, это безумно волнительно. Это зачастую так бывает у тех, кто впервые пишется. Ну вот прям 90%. Причем оно как проходит? Оно изначально волнение, а потом дубль, второй, третий, четвертый. Да, человек немного устает, но вместе с тем он и расслабляется. Я понимаю, что надо просто отпустить ситуацию и писать, получать кайф от процесса. Мы затратили энное количество времени на то, что я спел. Давай посмотрим, Максим, что у нас вышло. Давай. Лучше, чем мы, лучше, чем мы, когда меня не станет, я буду петь голосами. Как баста. Моих детей И голосами их детей Нас просто меняют местами Таков закон сансары Круговорок людей Ой, мама Когда меня не станет Я буду петь голосами Моих детей И голосами их детей Нас просто меняют местами Таков закон сансары Я могу петь? Да Ты можешь петь И самое главное, что я хочу вам сказать Пойте вместе с нами Пойте налегке Когда меня не станет Я буду петь голосами Моих детей И голосами их детей Нас просто меняют местами Таков закон сансары Редактор субтитров А.Семкин Меня зовут Дмитрий Михальчук Я зам директора по развитию По внешнему развитию И работаю в компании С самого ее начала Один из сооснователей И один из ранних инвесторов Игорь Бутурля Я ведущий дизайнер В проекте Т-Сосед Где я пришла ребятам Когда они работали над созданием 5D кинотеатра И тогда видели проблему Что если человек, например, отвернулся То в 5D, допустим, когда пшикает воздух Или там вода прыскивает Она может не попасть И, соответственно, эффект не достигается То есть человек может легко упустить Самый ключевой момент Всей части этого фильма На самом деле уникальность начинается Просто сразу С того, что это за костюм И для чего он применяется Потому что Аналоги или что-то похожее Можно было увидеть только в кино В книгах просчитать В игр в компьютерных поиграть А в наших условиях это реальный продукт Из настоящих, реальных, существующих материал С технологиями, которые мы разрабатываем сами Наш изобретатель Сергей Хурц Тогда притумал И очки тогда собрал На коленке буквально Это еще до того, как фейсбук купил окулус И в самом начале Вот третьей волны Называется в виртуальной реальности И к ним уже делал Соответственно устройство Которое помогло бы передать Ощущение прямо на поверхность кожи Чтобы нельзя было пропустить моменты Чтобы даже если человек отвернулся Он все равно участвует в этой сцене В костюме важно все Какая ткань Ее растяжимость Ее толщина Ее свойства эстетически Глянцевое, матовое, волокно какое Это тренд сейчас, да, когда нет излишеств Нет украшательств И технологии, конструкция, решения В нашем случае еще и крой Все вперемешку вместе с функционалом Как раз делают эстетику И по сути это носимый компьютер Это новый его форм-фактор И костюм из себя представляет Как раз двусторонний интерфейс Между человеком и компьютером И цифровым миром И поэтому он позволяет Как передавать ощущения Так и считывать У нас есть система геометрии Которая чувствует Как человек сейчас В каком эмоциональном Психоэмоциональном состоянии он находится Технологичный продукт Инновационный Для определенного сегмента Скажем так Очень широкого сегмента Должен быть универсальным Должны подчеркиваться Вот эти вот вещи То, что это технологический продукт Должен быть универсалью 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 направлении включая там медицину биомеханику программирование нужно целый огромный стек задач потому что программирование у нас мы программируем собственно продукт низкоуровня код и вся обвязка программы которые выпускаются для планшетов для компьютера для виртуальной реальности это все нужно тоже делать большая очень команда дизайнеры дизайн немаловажен все-таки это одежда она должна хорошо выглядеть и пользователь должен себя чувствовать уверенно когда он ее носит сам процесс он не простой его сложно сделать поэтому действительно нужна серьезная команда именно для сознания дизайна конечно вздохновляет человеческое тело в многие моменты она не то чтобы подсказывает но просто делать более естественно в этом году мы уже второй раз участвовали в выставке конзюм электроник шоу это достижение разработки в электронике для потребителя конечно и в этом году мы выиграли инновация года в категории виртуальной реальности мы не просто получили престижную награду мы на самом деле попали в историю скажем так в историю дизайна мы отходим немножко уже от виртуальной а чисто виртуальной реальности и применения виртуальной реальности так как мы нашли физиологическое и физическое применение костюму он может применяться в спорте он может применяться в медицинской реабилитации и мы уже работаем с некоторыми медицинскими центрами помогают как раз его модифицировать под вот эти нужды все когда ты мечтаешь мечтаешь о чем-то ты что-то делаешь ты к этому стремишься а в конечном счете ты это получаешь это не можешь много осознать как это но самое главное что это носа это окрыляет это крылья это говорит тебе что ты двигаешься в правильном направлении ну это круто ребята есть еще одна очень очень классная и важная просьба мы участвуем в номинации в vr и ар фестиваль не знаю награды и нам нужны ваши голоса он называется уги award 2019 ищите ссылки в наших социальных сетях заходите голосуйте и поддержите нас а и Продолжение следует...